Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Здравствуйте, мои дорогие! Добрый вечер! У нас уже вечер. Так, я сегодня покрасилась. Нету краски опять такой, как мне надо. В Бомбее даже нет, в интернете нет. Я получается темная очень. Так, мы идем сейчас в кино. Сегодня нас пригласил Раджеш. Утром позвонил. Говорит, давайте сегодня сходим на фильм. В общем, мы идем на фильм. Субрат пошел, вытаскивает машину. Мы договорились там встретиться. Так что, сейчас оставили Гученьку. Он там собрат машину пока вытаскивает. Опять мою машину вытаскивает. Нет, чтобы на своей ездить. Мою добивает. Вот у меня тут что-то телефон резко с ним наводилось. Вот эта вот машина, мы за ней едем уже. По мосту ехали. Не обгонять ничего уж нельзя. Он едет, он, я не знаю, 20 км в час. Ну вот, у нас 27 сейчас. Представляете? И впереди у него машина тоже. Где хочет, там поворачивать. И никого нету переди у него. Нет, там кто-то есть. Там что-то есть впереди, мне кажется. То ли скутер, то ли что-то там. Машина. Машина какая-то есть. Может он и не виноват, может действительно тот, который впереди виноват. Может он едет, короче, за ними. Да, машина едет там впереди. Вот видите тут какие все злачные, жрачные места. Вот тут все-все стрит-фуд. Мо-мо. Он, мо-мо, видите, пельмени у них жарят даже. Не, у них на пару тоже делают, конечно, но еще и жареные тоже популярны. А вот параллельно ей улица идет там, чуть дальше. Там вообще столько тоже кафешек пооткрывали. Я говорю, все магазины закрываются, открываются только различные едальни. Там, где можно поесть. Вот тоже новые какие-то кафе открылись. Господи, когда они успевают открываться? И когда успевают закрываться? И когда успевают закрываться? Ой, жалко, я вам показать не могу. Вон все такое, видите. Все светят, все слепят. Вон тут. Тут хоть можно. Ой, какое небо тут красивое. Пока они светят мне фарами. Тук-тук-тук-тук. Вот мы уже подъезжаем. У нас 7.30 фильм начинается. Сейчас 7.07. Что это тут за... Что тут... Что тут они все стали? Ой, тоже кафе, смотри. Эксад. Эксад это значит вместе, together, да? На хинди-эксад. Ну и вместе. Я же так и сказала. Вместе на английском, together. Вот сколько мы тут дней не были, месяц не были. Может быть, уже новое кафе. Тут он строит. А, это вот это тоже кафе. Мы тут как-то с собратом обедали. И вот, наконец-то, они делают. Видите? Тут было построено кафе. Вот там, где машины стоят. Вот там, вот там, вот там, вот там. Стоянка там была сделана. А вот здесь было, вон, все перерыто. В общем, там не подойти нормально ничего. И вот там, наконец-то, все-таки сделали такую площадочку. Там можно тоже, как бы, и пешком пройти, если что. А то там нужно было обходить. И так, показываю вам просто окрестности магазина. Ух ты, какие рыбки. Ой, какие огромные. Так, собрат, мы когда займемся аквариумом? Вот, пэт-шоп. Ну, этот шоп для, скажите, животных. Кошечек, собачек. Ну, типа зоомагазина. Так, мне там хлебушек надо было купить. Ну, ладно. И там пэт-шоп, где мы кучи стрижем. А кто это? Может, Раджиш? Ладно, аienia. Аджи, сар, мне нехал. Да, Абий жас? Да, я приехал. Я в себя в бездельном? В бездельном? В бездельном? В бездельном? В бездельном? Да, да. Ты автор? Мне просто вышла. Ну, если такое кое-то, если она стоит? он не будет выходить? Нет, нет. Не стоять. Это стоять. Какое? В бездельном? Да, верно. Это стоит. Это стоять. Мы позвонили Раджеш и он там, они только из дому выехали, а это как бы на другом конце города, поэтому скорее всего они немножечко опаздывают, вот, ну он говорит, вы там заходите, нас не ждите, мы подойдем попозже, но тут тем более ничего страшного, что там опоздают, потому что если у нас фильм начинается, допустим, в 7.30, то там будет еще, наверное, минут 15-20 как минимум идти реклама. Тут вот тоже слева какие-то ресторанчики новые, ну, вернее, не новые, я уже месяца 3-4 назад, мне кажется, я их увидела, но мы там ни разу не были. Какой-то афганский ресторан, не знаю, написано что-то такое, афгане, что ли, название. Вот, ну а здесь, конечно, вот и жилые корпуса есть, и там возле нашего мола, вот там тоже есть жилой такой комплекс, кондоминимум. Там как раз жила наша подруга, вот, которая нас с Викой познакомила, Фарида, ну, сейчас она в Америке у сына. Вот хай-тек, это мы тут вот лежали, это вот больница, в которой мы лежали во время короны, там вот раньше Раджеш работал. Это, кстати, Раджеш звонил, они сейчас выходят только, мы думали, я думала, они там уже раньше вышли, они только выходят. Ой, что-то тут такое, столпотворение, ну, вот, все, наверное, фильмы идут смотреть, гуляют, в воскресенье все-таки. Ну, так что Раджеш там опаздывает немножко. Ну, вот, если опоздаю, он билет пошлет, он заказывал билеты. Он уже послан давно, я уже спасла и посмотрю. А, ну, посмотрим там. Вот, кокосики висят. Все. Смешались кони люди, я хотела сказать, а тут смешались коровы, люди и весь транспорт. Вот видите, как у нас тут переходы какие. Тут нет таких, что пешеходы прошли, потому что тут пешеходов нет. То есть пеший тут никто не ходит практически. Так, ну, показывают, вот видите, что с такой, с таким качеством не хочется показывать. Вот этот переезд, хорошо, что сделали тут светофор, потому что здесь такой опасный, вот с той стороны вообще не видно, кто там едет. И я тут тоже однажды вообще чуть-чуть в аварию не попала. Тоже вот так смотрю, во все стороны головой кручу и не заметила машину. А теперь, конечно, за счет того, что это, тут светофор, тут уже легче стало. Вот наш единственный такой молл в нашем городе. Называется он Трежер, как он называется, Трежер? Должна знать, я не буду сказать. Ну, скажи мне, глянь, у меня ничего с головы вылетело. Ай-лянь. Трежер Ай-лянь. Да, вот, остров сокровищ. Ух-та, это что такое? Напитки там прям какие-то, digital всякие. Это что? Там что, места нету что ли, или что? Почему тут люди все стоят? Не стоят, останавливали вот. И чтобы, мол, ходить. Нет, так я знаю. Это все равно начался, вот эта ерунда, поэтому и полиция ходит. Нет. И всякие штрафы нет. А там есть вообще? Может быть там места нет, поэтому будут стоять. Представляете, парковки нигде нет. Все занято. Внизу нет. В общем, мы там где-то прицепились. Ну, не только мы, там ноги где-то прицепились. Это ресторан. Иди. Субрат идет в ресторан, и мне еще и говорит, куда ты идешь. Перепутал двери. Вон, какие-то гари-кришны, хари-рамы. Здесь полиция. Вот иногда можно наблюдать такую картину. На эскалатор некоторые женщины, я не знаю, откуда они приехали сюда, не могут взобраться и падают. Эскалатор сразу заблокировали, и нам пришлось подниматься пешком. У входа в кинотеатр нельзя проносить продукты и, по-моему, напитки. Ну, и вообще, для безопасности нужно проходить через рамку. А продукты и напитки вы должны покупать там, переплачивая в три дорого. Если бутылка обыкновенной воды стоит 20 рупий за литр, то в кинотеатре маленькая бутылочка 250-300 миллилитров. Она стоит 70 рупий. Мы иногда берем попкорн тоже, но все равно как бы жаба давит, потому что стоимость небольшого стаканчика с попкорном практически такая же, как билет в кинотеатр. Да, да тут это, я смотрю. Можно подсорвнуться, смотрите. Собачка вон спит. Иди за машином, а тебя тут подождем. А, давайте тогда здесь. Да, что мы будем это? Не, он где будет выезжать? Субрат, ты где будешь выезжать? Куда будете ехать дальше? Где ваша машина? Ну, там, там у нас машина. Здесь на улице вы портовали? Да. Ну, давай тут, наверное, он сюда поедет, куда у нас. Субрат, мы тут ждем? Вот такой выход есть, смотрите. Вот прямо на улице. Сколько времени там у нас? 10 часов. 10 часов. Сейчас мы идем куда-нибудь, чего-нибудь пожевать. Вот, но все-таки... Субрат не хотел идти после того, как он отравился и 8 дней как бы ничего практически не ел. У него была с желудком проблема. Он говорит, я больше не пойду в ресторан. Ну, вот, все-таки... Как такого не сказал? Ты же не хотел идти? Нет, сейчас не хотел идти. А когда? Я, конечно, пойду. А ты сейчас. Я думала, ты больше не пойдешь. Я тебе когда про Базилстриц сказала, ребят пригласи, так же я не пойду туда. Вначале мы приземлились внизу в ресторане и даже успели сделать заказ. Но так как у Раджеша тут полно друзей, практически все медики из его клиники, и они, увидев его, пригласили нас наверх. А наверху, как оказалось, здесь бар, дискотека. У врачей единственный выходной, и то ночью, поэтому они здесь тут отрываются. Я, конечно, приглушила звук, потому что очень громкая музыка. Вот, и вообще тут очень шумно. Ну, а YouTube, как вы знаете, музыку не пропускает. Наверху там, вот я вам покажу, если подняться по лесенке, то вы попадете на танцпол, то есть на дискотеку. Посмотрите, сколько машин. Посмотрите, полностью стоянка. Уже первый час ночи. Вот мы уходим с ужина. Кто тут есть? А тут есть Гучу. 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 Гучунечка. Гучунечка. Что ты мамку обнюхиваешь? А? Что ты мамку обнюхиваешь? А где папа наш потерялся? Папа где наш потерялся? Пойди посмотри. Поищи его. Иди поищи папу. Иди поищи папу. Иди, иди. Сейчас придет папа. Так, ну здравствуйте. Я, вернее, уже можно прощаться. Уже нужно спокойной ночи желать, потому что у нас на минуточку уже полвторого ночи. Вот, мы недавно пришли, мы были, ходили в фильм смотреть с мужем и с нашими друзьями, с моей подругой Викой и Раджешем. Вот, после фильма мы пошли поужинать. Ну так как мы связались с молодежью, мы пошли, там типа такое что-то, вот как, там дискотека есть, вот такой там бары, ресторан, в общем все вместе. И мы, мы поперлись, вот старики, вместе с молодежью. Вот, ну мы ушли, после ужина мы ушли. Вот, на дискотеку мы не остались. Вот, мы пошли домой. Это было уже первый час, полперо, наверное, было. Вот, ну они там еще остались. Вот, ну, каждому, как говорится, свое время. Мы уже свое отгуляли. Вот, вот смотрите, даже у меня доказательства. Вот видите, на руке у меня печать. Это вот, когда заходишь туда, ну как в ночной клуб этот или что, печать ставят. Так что вот так, вот так у нас прошел выходной день. Вот, я вам показываю свое такое. У меня вот такой наряд. Гокрированная у меня юбка. И вот эту я маечку пододеваю, потому что нужно сюда что-то пододеть. И вот такая у меня с баской. Видите, вот такая у меня блузка. Эту блузку, это все у меня готово, я ничего не шила. Это я покупала в Украине, юбку я покупала в Индии, вот, маечку покупала в Индии. Конечно, она тут был вырез большой, но все-таки вот такой был вырез. Это я была похудее, когда я давно ее покупала. Вот, ну а так как уже я тут подросла немножко, вот, приходится, конечно... Ну и тогда тоже я с маечкой надевала, потому что слишком такой большой. Ну, может быть, у нас там в Украине еще ничего. Ну, вот, как вот так вот открыто было. Вот, а в Индии, конечно, такое не прокатит. Вот, ну и тем более, когда вот я уже поправилась. Ну, все, мои дорогие, спокойной ночи. Я пошла спать. Вон Гуча у меня, бедненький. Гуча, Гуча, ты где там? Вон там Гученька. Он, видите, лежит вот-вот-вот-вот он лежит. А вот я там сидела, смотрела свое видео, потому что я выпустила видео уже в кинотеатре. Выпустила видео, вот, и это, и не знала, что я там выпустила. Нужно было посмотреть, ответить вам на комментарии. Вот я сидела, отвечала на комментарии. Мой муж уже десятый сон видит, вот. Ну, а я вот только собираюсь. Так, я вам не показала сумку. Вот у меня вот такая сумка. Это такая сумка. У меня есть, конечно, коричневая. Вот. Ну, я брала с собой вентилятор, я брала с собой шаль. Вот, представляете, вот ходишь, вот такая вот в Индии получается погода с маленькой, ну, не совсем вот это, ну, такая средненькая, с маленькой сумочкой не походит, потому что этот огромный вентилятор у меня. Вот он, я его выложила. Вот. И я брала такую шальку, потому что вот когда бывает в кинотеатрах, очень холодно бывает. Вот дует, там кондиционер, вот. И я прям шалькой прикрываюсь. Ну, сегодня было нормально, я ее не доставала даже. Вот. И вентилятор тоже не доставала. То есть была сегодня комфортная очень такая погода, потому что у нас тут каждый день идут дожди, и поэтому более-менее прохладно. Ну, влажность, конечно, есть, но, ну, как бы сегодня было нормально. Все, пока-пока. Теперь я с вами прощаюсь. Иду тоже баеньки, умоюсь, переоденусь. Вот. Желаю вам тоже веселиться и после 60-ти жизнь. Ну, не скажу, что только начинается, но жизнь продолжается. Пока. Ну, вот и все, мои дорогие. Спасибо вам за то, что вы посмотрели, за то, что вы пришли ко мне на канал. Подписывайтесь, если вы еще не подписались, а также я жду ваших комментариев. Мне очень приятно их читать. Хочу сказать, что фильм нам понравился, и если вам интересно, то напишите в комментариях, и я немножечко вам о нем расскажу.